Здравствуйте! С вами Светлана. И вы у меня на канале. Но мы дома у моей сестры и у мамы. Сегодня мы будем разбирать и организовывать шкафчик для специй. Самоизоляция. Все дома, поэтому есть небольшой беспорядок в шкафчиках. Когда постоянно, допустим, человек кладет все на одно место и редко пользуется этими шкафчиками, то сейчас все дома. Один взял, другой не туда положил. И вообще просто пора, пора навести в шкафчиках порядок. Вот такой вот пенал здесь идет у нас. И здесь у нас пять полочек. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Издалека покажу, чтобы сразу вы уже имели представление. За время карантина или самоизоляции, естественно, у многих беспорядок. Потому что много времени проводят все дома. Мы решили навести порядок здесь. Я предложила, сестра с удовольствием согласилась. Говорит, у меня времени мало. Поэтому, Светлана, если у тебя есть желание, пожалуйста, наводи. Вообще мне в доме у сестры, у мамы позволено все. Так как это моя семья, и я здесь, ну, можно сказать, полноправная хозяйка. Хотя все равно я себя считаю гостем. Прежде чем что-то взять или сделать конкретно, там что-то, да, не ложку, вилку, а, ну, что-то. Мы захотели украсить холодильник. Как бы я захотела. Я предложила сестре. Сестра согласилась с удовольствием. Мама нас поддержала. Поэтому всегда спрашиваю разрешение. Итак, начнем. Что нам для этого нужно? Нам нужно, конечно же, со всех, со всех полочек все убрать. Разложить на столе. Посмотреть, что нужно, что не нужно. Возможно, уже что-то не нужно. Разложить по контейнерам. Посмотрим сейчас, контейнеры какие. И покажу, что же у моих, какие же у них специи, что они любят. Так, начинаем мы с нижнего ящичка. Все удаляю отсюда. У нас уже все сыпется. Здесь рецепты у нас. Здесь специи. Находятся вот в таких вот контейнерах. Контейнеры симпатичные. Покупались не в Саратове. Покупались в Твери. Итак, я все выкладываю. И мы будем все организовывать. С двух полочек я здесь уже все выкунула. И теперь будем с вами смотреть, что здесь нам нужно, что нет. Здесь вот баночка для чая. У нас различные чаи. Корзиночка, в которой много чего здесь. Лежит. Вот в этих корзиночках все. Вот здесь, мне кажется, можно просто посмотреть срок годности. И не пустые или пакетики. А так все пусть здесь лежит. Очень удобная корзинка. Здесь у нас что? Здесь у нас в икеевских. Ну, еще и в фикс-прессе продавались. Но я знаю, что Надежда покупала в икее. В баночках специи. У меня так же прям все. Так же только на стойке угловой. Здесь баночка. Баночка не по форме. Поэтому мы сейчас сюда поместим. Так, какие-нибудь специи тоже. Вот, допустим, куркума. И будет все здесь вот так лежать. Они все про форму. Все удобно. Но, возможно, я их просто выложу. Давайте покажу вам. Можно поставить вот так, да? А можно и нет. Можно просто взять и выставить их, чтобы удобно было брать. Вот так вот просто поставить, чтобы их больше поместится. И удобно брать. Еще есть у нас тут баночки. Три штуки как раз. Так, названиями сюда. Вот так они будут ровненько стоять. И опять же на них можно поставить другие баночки. Так, мне кажется, будет удобнее. Хотя я сегодня убираюсь, а Надежда потом проконтролирует, понравилось ли ей. Ну, я думаю, понравится. А если нет, переделает. Вот так будут стоять. Так, теперь у нас два органайзера, которые должны поместиться. Они не помещаются. Значит, мы их поставим наверх. И можно поставить их. Так, вот этой баночкой реже пользуемся. Поэтому переставим ее на задний план. Вот так. Если вдруг у вас какая-то будет идея, как можно по-другому что-то сделать, я от вас обязательно жду ваших советов. Так, контейнер можно так поставить. Здесь можно немножечко их развернуть и поставить вот так. В принципе, разницы никакой. Хотя, мне кажется, вот так удобнее, да? Вот берешь их и достаешь. Что у нас еще есть? Еще у нас есть, так, специи вот в такой малышке. Тоже можно сюда поставить. Так, я бы хотела вот специи поставить только наверх. Так, вот это специи. Хорошо бы купить тоже баночки вот такие и пересыпать. Так, пока они будут здесь лежать. Купила я вот такие вот в Ашане коробки, органайзеры, ящички. В них вот тоже можно что-то расставить. Но пока организуем вот эти две полки. Так, вот в этих корзиночках я разложила, чем, ну, редко очень пользуемся. Здесь у нас специи, которые еще не открыты. Куплены впрок. Ну, впрок тоже должно быть. Вот закончилось, и что делать? Оно уже здесь будет лежать. Так. Здесь тоже очень вкусная смесь трав всяких, универсальная. Вот здесь вот видна она в окошечке. Соль, которая осталась, но... Ой, такая вкусная соль. Я вот пользуюсь, и сестра у меня пользуется. Сейчас я ее открою. Адыгейская соль. Но осталось немного, вот как нужно будет досыпать, досыпем, и тогда уже можно ее будет выбросить. Пока будет. Так, что еще здесь лежит? Перец черный молотый. Тоже. Потом досыпем, и уже его здесь не будет. Куркума и различная специя. С юга привезенные также специи различные. Две упаковки, они еще целые. Вот, если нужно будет досыпать куда-то, мы их досыпем, и они уже закончатся здесь. Не будет. Освободим место. Ну, а пока вот это все сюда мы складываем. Так вот сбоку, чтобы не проступилось ничего. И остались у нас от Пасхи наклейки, чтобы они были, но не мешали нигде, мы их положили вот в такую вот корзинку. Корзинка из фикс-прайса. Что у нас здесь? Здесь тоже для выпечки кокосовая стружка, когда она будет нужна. Тоже целая, не тронутая еще сахарная пудра с корицей, очень вкусная. Потом здесь вот открытая уже с корицей, но то, что у нас будет очень редко использоваться пока. И ложка для специй. Все, теперь мы это отправляем на полочке. Ставлю на полочку одна корзинка на другую. Так вот экономит она у нас пространство. Здесь у нас стоят различные специи. Как я уже вам показывала. Я поставила в два ряда. Здесь у нас стоит в большой такой баночке лавровый лист. Здесь у нас стоит в баночке лавровый лист. И места не хватает, я поставлю на него вот эту вот банку. Как курица-приправа. Вторая полочка у нас здесь уксус, крахмал, уксусная эссенция. Потом вот приправка. В такой большой банке маленькое количество приправы, потому что, ну, уже заканчивается. Вообще, конечно, здесь полная она у нас. Баночки поменяем в скором времени. Вообще, немножко организацию по-другому сделаем. Сейчас пока в каких есть банках, потом будем подбирать с Надеждой, с сестрой баночки. Одна к одной, чтобы была, вот как у меня. Я люблю, чтобы они были одинаковые. Вот. И будут здесь тоже одинаковые банки. Так, что у нас здесь еще? Вот такие вот корзинки. В корзинках все для выпечки. Все здесь прям вот оно лежит. Тоже еще не тронутое, не открытое, что-то открытое. Я считаю, что такие вот органайзеры очень удобные. Так, помещаем еще сюда, в баночках таких произвольных, специи. Ну, вот, все так, потому что разные банки, но это не страшно. Все поместится, все будем размещать. Так, здесь что у нас? Третья полка. Третья полка у нас сверху. Я поместила такую же коробку. У меня сестра любит голубой цвет. Вот. Что у нас здесь? Здесь у нас крокодей, чай. Тоже еще не тронутое совсем. Потом мята перечная. Привозила с моей дачи Надежда. Затем я пересыпала отсюда немного сливок сухих корейских в банку. А эту пока сюда. Ну и различные здесь вот травы. Чаи. Те, которые не нужны. Все вот в коземках то, что нам сейчас будет не нужно. Чтобы оно нам не мешало. Закрываю крышкой и наверх. Так. Сверху будет вот такая баночка железненькая. В ней Надежда разместила чай в пакетах. Я пью чай и заварочные, и в пакетах. А вот Надежда утром любит быстро тоже чай такой. Здесь у нас стоят в этих коробочках, в баночках тоже чай различные. Не могу их выбросить, потому что здесь у нас остатки идут. Их надо допить. И тоже банки освободятся. Всего по чуть-чуть. Выбросить тоже никак. Допьем и все их уберем. Здесь у нас вот в такой корзиночке голубенькой спички, тоже впрок. Пусть будет все голубое к голубому. И у нас наверху. Что наверху? Наверху у нас чай, ромашка, потом дубовая кора. А вот в этой коробочке. Сейчас я достану. У меня просто позволит. Вот в такой коробке, что здесь. Здесь у нас покупали в фикс-прайсе. Здесь у нас для шашлыков. Ну, это можно наклеечку отклеить. Будет просто белое прозрачное. Здесь у нас тоже различные травы. Чабрец, мята, потом липовый цвет я собирала, Надежде. У меня есть на моем канале видео, зачем нужно пить липовый цвет. Когда липо цветет и полезно ли это. Здесь вот различные травы. Я тоже решила вот в такой органайзер все спрятать. Было в разнобой. Ну, потому что брали, пили. И поэтому так все это у нас в разнобой было. Скоро нам уезжать, поэтому я навела порядок. И посмотрим реакцию Надежды на мой порядок. Вы знаете как? Может мой быть порядок, но для Надежды он может быть беспорядком. Посмотрим. У меня сестра, если скажет плохо, то плохо. Если скажет, то хорошо, хорошо. Она не будет льстить на камеру. Если ей понравится, то понравится. Если нет, она скажет, ну ладно, буду переделывать. И это девочке нормально. Но мне разрешили, я еще раз говорю, мне все разрешили. Итак, здесь у нас получилось раз, два, три, четыре, четыре полки. В этих четырех полках я навела свой порядок по своему личному мнению. Организовала все это. В конце видео увидим, что скажет по этому поводу сестренка. У нас следующий здесь еще шкаф. Но я не знаю, разрешат мне здесь ли навести порядок. Все по факту разрешения. Надежда, ну открывай шкафчик и посмотри. Мое произведение искусств. Как я тебе навела на свой вкус порядок. Ничего не выбрасывала. У тебя гарантийный срок все в норме. Все пакетики. Чаи и специи. Я срекаться стала от страха. Открывай. Правда, ничего не выбрасывала? Нет, добавила. Хорошо, мне нравится. Так, сверху, вот... Наверху? Да, наверху. Там у нас чай. И вот органайзер для шашлыков. Там просто у нас сушеные травы. Сборник чаев сушеный. Дальше тут просто чай. Ничего тоже там нет. Вот в двух белых вообще ничего не меняла. Просто посмотрела срок годности. Вот снизу, вот видишь, одинаковые эти органайзеры голубенькие. Да, был у тебя один, я добавила туда второй. И сложил, чем ты вообще не пользуешься. У тебя все как бы новое, не открыто, не вскрыто. Вот, все. Ну, мне нравится. Тебе нравится? Да. Ну, я сказала, что сестра у меня, если не понравится, она переделывается. Это не критично. Ну, да. Ничего такого здесь... Это же не сломала. Да. И не выбросила. Поэтому, да. Придем через полгода и посмотрим, что здесь изменится. У нас шкафчик стоит. Вот, если девочки захотят, мы шкафчики тоже в следующем наведем порядок. Если будет желание. Так что, девочки, если вы желаете следующий шкафчик перебрать, пишите. Посмотрим, сколько будет желающих. Все, пока-пока. А с вами была Светлана, Надежда и, конечно же, наш любимый оператор Александр.